В прямом эфире информационная программа Настоящее время Азия В бишкекской студии Яшов Катургаев Здравствуйте! В начале краткий анонс основных тем выпуска Латиница 3.0 Нурсултан Назарбаев утвердил очередную графику казахского алфавита Народ ждет дальнейших изменений Три раза прокукарекали, но видно, что еще и дальше будет Но это, я считаю, что подрывает вообще доверие людей к власти, к учетным, филологам Вомут с головою Студентка из Туркменистана свела счеты с жизнью в Киеве В доведении девушки до самоубийства обвиняют персонал вуза Вышла заплаканная, с порванным заявлением в руках Она даже не прочитала, порвала просто отдала Сказала, что ничего подписывать не будет Нурсултан Назарбаев еще раз изменил казахский алфавит В президентский указ, подписанный ранее, внесен новый вариант латинской графики Казахстанцы ищут новые знаки на клавиатурах своих гаджетов И отмечают недостатки версии 3.0 Подробнее Дмитрий Беляков Вот так мы берем Вот, у нас появляется только вот этот вот вариант А должен быть с одним Но его нет, видите, с окутом Теперь Г Мы набираем Г, держим Все, нету Вариантов нету Как напечатать окут или знак ударения Этот запрос сегодня, наверное, в топе казахстанских поисковиков Новый вариант латинской графики существенно отличается от октябрьской версии Для обозначения специфических букв теперь используются не апострофы, а диакритический знак Попали в новую графику и два диграфа из первой версии алфавита Теперь сочетаниями двух букв предлагают обозначать буквы Ш и Ч Писатель Канат Тасибеков говорит, первым чувством была радость Хоть без апострофов Потом пришло понимание, что и этот вариант сырой Лингвисту непонятно, почему бы сначала не доработать алфавит А уж потом закреплять его президентскими указами Три раза прокукарекали, но видно, что еще и дальше будет Но это, я считаю, что подрывает вообще доверие людей к власти К ученым, филологам и так далее Меня не устраивает этот, многие вещи не устраивает Это, конечно, лучше, чем вариант с апострофами Есть, но многие вещи не устраивает Казахстанцы делятся в соцсетях вариантами, как быстрее набрать слова на новой латинице Некоторые буквы требуют использования комбинации из трех-четырех клавиш или смены раскладки В новой версии по-прежнему нет букв С, Ю и Я для слов, заимствованных из других языков Нужна политическая воля Я сам сомневаюсь в этой политической воле Журналист Канат Леухан считает, что публикация разных алфавитов только затягивает процесс перехода То ли власть никак не может решиться на финальный шаг То ли действительно рассчитывает на то, что в широком обсуждении Родится вариант лучше, чем у профессиональных филологов То, что у нас в социальных сетях, в обществе, оно бурно обсуждается, это хорошо Но просто я боюсь, чтобы она не стала бы какой-то компанией Допустим, есть же тема ислама, которую можно обсуждать Просто годами, годами, годами и все продолжение Отзывы на третий вариант алфавита в казахстанском сегменте интернета Позитивнее, чем о версии с апострофами Но поняв, что даже президент новому алфавиту отныне не указ Многие набираются терпения и ждут следующей версии Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард, Настоящее время, Азия Официально Астана новый алфавит восприняла на ура Чиновники один за другим комментируют переход на латинскую графику По их мнению, этот вариант все-таки окончательный Айнур Коскина продолжит Новый указ президента о переводе алфавита казахского языка с кириллиц на латинскую графику Самая обсуждаемая новость в стране Министр информации и коммуникации Даурен Абаев с удовольствием рассказал Что именно он возглавлял рабочую группу по техническому внедрению латиницы У IT-специалистов возникли вопросы уже на начальном этапе проекта И связаны они с применением апострофов Это важно прежде всего для поисковых систем Абаев не исключает, что и новый алфавит возможно будет меняться уже на практике Идеального алфавита, наверное, не существует Жизнь диктует свои условия, диктуются необходимые решения Поэтому я думаю, что работа в этом направлении в той или иной степени будет продолжаться Уже с более практичной реализацией, наверное В новом варианте алфавита все специфические казахские буквы обозначены диакритическими знаками Акутами, только буква О без нее У журналистов сразу же возник вопрос Не связано ли это с тем, что слог Нур самый популярный в Казахстане Партия Нур-Отан – свет отчизны Программа Нур-Лыжол – светлый путь Нур-Лыжер – светлая земля Ну и, конечно же, имя первого президента Ельбаса Нур-Султана Назарбаева Что здесь вас это смущает? Нормально же? Это уже вопрос ликвидиста Я чиновник Это уже второй вариант латиницы, утвержденный указом президента После первого предприимчивые чиновники начали менять таблички с названиями улиц и даже госорганов Теперь им придется снимать вывески, которые были установлены всего 4 месяца назад Насколько я знаю, на новый алфавит переведено совсем небольшое количество Вывесок и, естественно, я думаю, что они, наверное, должны будут подправить Потому что это будет нынешняя версия алфавита, она окончательная В школах внедрять новый алфавит планируют не раньше, чем через два года На сегодняшний день по проекту мы будем начинать с нулевого класса На это отводится два года до 2020 года Это по проекту на сегодняшний день Но если будут изменения, нужно готовить учителей, провести апробацию, экспертизу учебников Посоветоваться, рассмотреть всесторонние, собраться и посоветоваться еще раз Массовой смены доминов с KZ на QZ тоже пока не ожидается Министр Даури Набаев не исключает, что со временем в ходу могут появиться новые банкноты национальной валюты тенге По официальным данным, только в этом и следующем году для перехода на латиницу правительство выделит почти 2 миллиона долларов Айнур Коскин, организатор спанов, в настоящее время Азия, Казахстан, Астана Нужна ли реформа алфавиту сегодняшнюю Казахстану и правильно ли власть ее реализует? Об этом мы поговорили с профессионалом своего дела, лингвистом, редактором Радио Свобода Мирхатом Шеребжаном Алфавит, предложенный в октябре, где специфические звуки в казахском языке обозначались апострофами Это был алфавит, который затруднял не просто овладение языком, а просто использование его представляло бы огромную сложность Дело в том, что апострофы делили некоторые слова до 5-6 частей, и было невозможно ни читать, ни тем более писать с этими апострофами Но президент Казахстана Насултан Назарбаев, который в принципе похож на то, что сам принимал решение по принятию алфавита в той форме, в которой он был принят вначале Он какое-то время сопротивлялся и даже несколько раз публично заявил о том, что алфавит пригоден Изменения произошли, и похоже, что Назарбаев внял уговором языковедов, лингвистов Когда человек один, в данном случае Назарбаев, лично принимает решение И все мнения и идеи не просто казахстанцев или в данной ситуации казахского народа Но даже экспертов, лингвистов не принимается в учет Ситуации вот такого рода имеют место Сильно напоминает ситуацию с работой Иосифа Виссарионовича Сталина За три года до своей смерти Сталин опубликовал бессмертное свое произведение И такую работу «Марксизм и вопрос языкознания» Вот тогда тоже вот эти все идеи, которые он высказал в своей работе Они стали обязательными в вузах, в школах Их, значит, начинали цитировать, преподавать Ну и, естественно, после смерти Сталина все это кануло в лету Последняя версия алфавита возможно будет меняться С развитием политических и лингвистических событий в Казахстане Судьба экстрадированного в Таджикистан Номанджана Шарипова остается неизвестной Предприниматель и функционер запрещенной партии исламского возрождения Таджикистана Задержан турецкой полицией 5 февраля И содержался в изоляторе временного содержания в Душамбе По словам его адвоката, 16 февраля Шарипова Сопровождение сотрудников консульства Таджикистана в Стамбуле Доставили в аэропорт На борту таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» его доставили в Душамбе В самом Таджикистане официальные ведомства никак не реагируют на запросы журналистов Международные правозащитные организации назвали экстрадицию активиста ПИФТ незаконной Дело в том, что Номанджан Шарипов выдан Таджикистану без судебного решения Экстрадиция Номанджана Шарипова стала шоком для его соратников Прежде турецкие власти никогда не выдавали Таджикистану сторонников партии исламского возрождения Турецкие власти осведомлены о ситуации вокруг ПИФТ в Таджикистане Мы предполагаем, что в выдаче Номанджана Шарипова имели место некие тайные соглашения посольства Таджикистана С теми лицами, которые должны были провести законную процедуру экстрадиции Ранее официальные власти рекомендовали нашим сторонникам не оставаться в Турции И большое количество активистов уехало из этой страны И буквально несколько минут назад Номанджан Шарипов по сообщению Таджикской службы радио «Свобода» Позвонил в редакцию и сказал, что вернулся в Таджикистан по собственному желанию и находится на свободе Подробнее об этой стране истории мы расскажем в наших следующих выпусках Массовая амнистия в Узбекистане За прошлый год более 18 тысяч человек были сняты со спецучетом Власти страны утверждают, все они ранее состояли в религиозно-экстремистских организациях А теперь раскаялись, сообщил министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бабаджанов Глава МВД также отметил, что делом каждого конкретного человека занималась специальная комиссия В ее состав входят не только светские чиновники, но и имамы Представители этих комиссий каждый день посещали дома мусульман Из списка расспрашивали их о теперешней жизни Выясняли их дальнейший план и обещали оказать требуемую им помощь Ранее в июне прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мерзеев потребовал Пересмотреть черные списки мусульман и удалить оттуда тех, кто уже не представляет опасности для государства Тем же, кто так и не раскаялся в экстремистских взглядах, грозили лишением гражданства Узбекистана Напомним, первый президент страны Ислам Каримов был антиклерикалом Именно при нем духовенство и простые мусульмане подвергались репрессии Нынешний глава государства к религии относится с куда большей терпимостью Межведомственная комиссия нашла виновных в аварии на ТЭЦ Бишкека Наказать решено в основном простых рабочих Уволить предложено трех рядовых сотрудников теплоэлектроцентрали и ее директорам Еще четырех работников ТЭЦ предписано освободить от занимаемой должности Стаж работы каждого из них не менее 15 лет Некоторые сотрудники посвятили энергетике 45 лет жизни А вот чиновники высшего ранга особо не пострадали Руководство энергохолдинга отделалось строгим выговором Расследование причин аварии до сих пор ведут и депутаты парламента Свой вердикт они еще не огласили Напомним, из-за аномальных морозов в конце января на ТЭЦ Бишкека Произошла авария, город остался без тепла на пять дней Решение комиссии уже вызвало возмущение в обществе Освободить от должности многие считают правильным тех, кто допустил энергокризис в системе А не сотрудников, которые в итоге ликвидировали аварию Насколько справедливы выводы чиновников по аварии? Об этом мы поговорим с заслуженным энергетиком Кыргызстана Калавием Рахимовым Здравствуйте На ваш взгляд, действительно ли большая часть ответственности на плечах работников ТЭЦ? А чиновники здесь ни при чем? Так получается? Нет, и чиновники есть виноваты, и технические работники есть виноваты Ну, следствие идет, прокуратура ведет следствие До конца не подождали результаты следствия И отчитались, комиссия отчиталась Целую кучу людей наказали Калавием Рахимович, ну вот лично вам, как энергетику, не обидно за то, что рядовых сотрудников, таких же энергетиков, как вы, наказывают А вот чиновники, которые, может быть, ответственны за это все, вышли сухими из воды Ну, рядовой инженер тоже виноват, если он упустил Положим, летом составляли акты о готовности всех агрегатов Не опробовали и так далее Там тоже виноваты эти начальники смены, дежурные инженера и так далее Есть, конечно, виновные И вот то, что окна остались незастекленными Это дирекция виновата И то, что из-за этого замерзли приборы и так далее Трубопроводы промерзли Это одна причина Потом резкое снижение температуры было Это врасплох застало к какой-то мере А потом есть человеческий фактор Значит, система подачи команды не отрапертирована так Обвиняют АО электростанции Надо АО электростанции, он руководит там 17 станциями И все тонкости вникать не может Надо свободу больше самостоятельности Калы Рахимович, ТЭЦ работает с 61-го года Ей почти 60 лет Она уже бабушка практически Известно, что модернизирована лишь ее часть Вот эта авария, она вообще была ожидаема? Как по вашему мнению? Ну, слово модернизировано не подходит Неудачно назвали проект Просто выкинули 8 котлов 4 турбины, 4 генератора, 4 трансформатора Замен поставили 2 А остальная часть так и осталась в старом виде Это не модернизация, а это замена части новым оборудованием И люди понимают, что раз затрачены большие деньги на модернизацию В целом вся станция должна нормально работать А старая часть вот как раз и вышла из строя И причем... Калы Рахимович, и еще такой вопрос Вот ряд ваших коллег предложили уволить руководство энергохолдинга в лице Айбека Калиева Причина в том, что подобные аварии случались и раньше на других энергообъектах Ведь тогда наказание тоже никто не понес Ну, были аварии на тактогойской газ То там кабель выходил из строя Трансформатор выходил из строя Ну, это правительство решает, как наказывать И там тысячи причин может быть аварий На подстанции, на электростанции, на линиях и так далее В кабельных или воздушных линиях Все это предвидеть председатель холдинга не может Ну, он должен требовать, чтобы все соблюдали Чтобы готовность актов правильно составляли А не фиктивно А пробовать нужно работу каждого блока А потом составлять акт, что готово А так получилось, что не совсем готово было И другие причины вмешались То какие-то резины оказались в трубе Калый Рахимович, большое вам спасибо Всего доброго Пожалуйста Смотрите далее в нашей программе Вомут с головою Студентка из Туркменистана свела счеты с жизнью В Киеве в доведении девушки до самоубийства Обвиняют персонал вуза Вышла заплаканная С порванным заявлением Вот В руках Она даже не прочитала Порвала просто отдала Сказала, что ничего подписывать не будет В Казахстане огласили официальную версию трагедии Со сгоревшим автобусом В котором погибло 52 человека В МВД страны выяснили Что рейс остановился на шоссе Шимкент-Самара В Актюбинской области Из-за технической неисправности Водители решили устранить неполадки самостоятельно И не сообщили о поломке в экстренные службы Двигатель и обогреватель также были отключены Чтобы не дать пассажирам замерзнуть Водители разожгли прямо в салоне паяльную лампу Каким-то образом в салон попал бензин И произошло возгорание В этой трагедии выжили только водители Трое граждан Казахстана Теперь их будут судить Владельца транспортной компании Которую выпустил на линию неисправный автобус Также привлекут к ответственности Киевские спасатели ищут тело пропавшей студентки Из Туркменистана Мукадас Назралаевой По предварительной версии Девушка прыгнула с моста Из-за проблем в университете Возбуждено уголовное дело По статье «Доведение до самоубийства» Подозревают руководство университета Замдекана С ним пропавшая общалась в день исчезновения Уже отстранили с должности С подробностями Юлия Горичева Десятки спасателей и водолазов С утра до вечера Прочесывают берега и дно Днепра Ищут тело 18-летней Мукадас Назралаевой В прокуратуре Киева подтвердили Девушка действительно прыгнула с моста 30 января она вышла из медуниверситета Села в метро На кадрах камер наблюдения Видно, как Мукадас сошла на ближайший К Днепру станции И спрыгнула с моста В тех местах мы за допомогой водолази-рятувальников И специального обладания Гидролокатора бокового обзора Видеокамер подводных Мы там продавилися все возможные варианты Все глубокие ямы Но, на жаль, там ничего не выявлено Вечером в понедельник Недалеко от места трагедии Нашли рюкзак девушки Его унесло течением На месте, где обнаружены личные вещи Водолазы прочесывают дно Ищут тело Но пока безрезультатно Семья студентки считает Что девушку довели до самоубийства В университете, где она училась на стоматолога У Мукадас закончилась виза В нужный срок она ее не продлила И находилась в стране незаконно При этом продолжала посещать лекции И сдавала экзамены Конфликт в ВУЗе возник Когда девушка попросила в деканате Подписать документы, которые помогли бы Продлить студенческую визу Вышла заплаканная С порванным заявлением В руках Она даже не прочитала Порвала, просто отдала Сказала, что ничего подписывать не будет Позицию родителей Мукадас Насырлаевой Озвучивает адвокат Родители девушки уже давно приехали Из Туркменистана в Киев Но с журналистами общаться не хотят Не удалось пообщаться И с замдеканом медуниверситета Татьяной Тимохиной Она последняя, кто разговаривал с Мукадас В день трагедии Вчера Тимохину отстранили от должности В университете, говорят, проводят Внутреннее служебное расследование По словам адвоката Насырлаевых О проблемах с визой Семья знала Дочке предлагали вернуться в Туркменистан ненадолго Потом снова открыть визу И возобновить обучение Действительно ли девушку довели до самоубийства в университете Разбираются в Киевской прокуратуре П'ятьох посадових осіб було допитано І будуть повторно допитані вже в межах провадження Щодо можливого доведення до самогубства Разом з тим, в ході посадового розслідування Також будуть допитані її близькі, друзі Які мають більше інформації про її особисте життя Оскільки ми не можемо виключати і особисті якісь проблеми І те, що це могло співпасти з тими проблемами, які вона мала в університеті Якщо вину руководителі вуза докажуть, їм грозит до трех лет тюрми Версію о несчастній любви, за якою девушка, предположительно, також могла свести счеты с жизнью Близькі мукодас отрицають Да нет, ну не було ще лавстори Девочка целеустремленна, пришла учиться Девочка восточна, ну она не должна гулять Она должна, вот как приехала, она должна так і уехать Вот, іначе замуж не выйдет, понимаете? Какі мальчики! Юлия Горичева, Никита Исайко, Юрий Комаров Настоящее время. Киев І последнее сообщення нашого выпуска Узбекський телеканал ЗОР-ТВ после критики местного духовенства приостановил показ популярного турецкого сериала «Черная любовь» Руководство телеканала утверждает, такой приказ поступил сверху Поводом приостановки вещання стала публикация на религиозном сайте «Азон Уз» В ней артистов дубляжа назвали самыми ярыми предателями нации Смутьянами, двуличными лицемерами, а их работу характеризовали как запретную Статья вызвала большой резонанс в обществе, а также стала объектом внимания Комитета по делам религии Узбекистана Журналисту Радио Озодлик сообщили в комитете, что материал был опубликован с нарушением закона А статья на данный момент проходит специальную экспертизу Ранее сериал «Черная любовь» был проклят ташкентским отделением Духовного управления мусульман Узбекистана В узбекском сегменте соцсетей пользователи назвали действия духовенства попыткой ввести религиозную цензуру Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать сегодня Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов И в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю Мы встретимся с вами завтра в это же время Я благодарю вас за внимание, всего доброго Редактор субтитров А.Семкин